Девушки отдыхают Как говорится, бар должен быть первой, а ведьма... Все сходится? Чего хотите от меня? Глядишь ты, какая уродина! Оставь меня в покое, а то мужика позову! Истина такова, что мы уже зависим от черных. Экономически. Оставь меня в покое, а ведьма... Оставь меня в покое, а ведьма... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю, может вы не заметили, но с экспрессией у меня слабовато. И это очень к месту. Ты же будешь играть ведьмака, а не княжну. Ты должен появиться на сцене, чтобы Дуду тебя увидел. Ведь ради этого мы пьесу и ставим. Верно. Как-то я сперва не подумал, что до этого дойдет. Ничего с тобой не случится. Просто выйдешь на сцену с большим мечом, состроишь грозную мину и произнесешь несколько реплик голосом, как из бочки. Справишься? Подумаем про роль княжны. Роль маленькая, но очень важная. Кто бы мог ее сыграть? Рисцилла. Вполне очевидный выбор. Она молода и красива. Правда, у меня сценический опыт больше. Способности и опыт важнее внешности. Мне очень приятно. Я сделаю все, что в моих силах. Кого вы видите в роли князя Доплера? Безопаснее было бы взять Абеляра Ризе. Он в нашей труппе давно, работает безупречно. Но толпу не заведет. А другой вариант? Максим Болье. Это великолепный актер. И публика его обожает. Но, к сожалению, никогда не знаешь, придет ли он на представление трезвым. Да и придет ли вообще. Рискнем и дадим эту роль Максиму. В последнее время у него была светлая полоса. Может быть, он нас не подведет? Вы хорошо зарабатываете на представлениях? По-разному бывает. Если угадаешь момент, публика едва вмещается на площади. А иногда весь заработок горсть медиков. Разумеется, ты тоже получишь гонорар. В конце концов, сейчас ты часть труппы. Спасибо. Так, роли мы распределили. Похоже на то. Ну что, готов выйти на подмостки? Я роль еще не выучил. Сложно все это. Тот, кто знает наизусть весь бестиарий и помнит десятки алхимических рецептов, легко заучит пару рифмованных реплик. Удачи! Тот, кто знает наизусть весь бестиарий. Тот, кто знает наизусть весь бестиарий. Золтан, что ты тут делаешь? Я слыхал от Пресциллы, что вы собрались ставить пьесу, и ты сыграешь главную роль. Не главную. Я и подумал, нельзя же такое пропустить. Скажи, тебя оденут в рейтузы? Пойдем, Геральт. Тебе нужно собраться перед выступлением. Удачи! Дамы и господа, достойные обыватели священного города Новиграда, приглашаем на блестящую комедию под названием «Избавление Допплера». В ролях «Ведьмак Геральт» в роли самого себя, Катарина в роли королевы, Лео Рибе в роли подлого слуги. В роли князя выступит любимец публики Максим Балье. В роли княжны вы увидите выдающуюся актрису, королеву сцены Ирен Редар. Королева, укротитель чудовищ, которого ты призвала, ждет в коридоре. Пригласи его. Для куражу винишко глотну я слегка. Ведьмак, о поддержке молю в деликатнейшем деле. Знаю, монстр покусится на наше веселье. Отсеки же голову, ты у чудища злого, а награду я дам на подушках пуховых. Убиваю чудовища ради забавы, и за похоть стяжал себе громкую славу. Он крючок заглотил, план удался отлично. Коль жених на балу поменяет обличье, тут ведьмак и транзит, чудо-юдо, как с пиццей. Да и гости другие с ним станут биться. Ах, только жаль мне дитя. Будет плакать девица. Но не брать же мне монстров дитя, чтоб срамиться. Нас призвал сюда повод достойный волнения. На помолвку княжны всяк идет без сомнения. А про чудовище ни слуху, ни духу. Может, он средь гостей и сейчас меня слышит. Любимая, долго срывали мы наши огненные чувства. Целый месяц сис, то им мы сра... срасти там ленья. Так, довольность секретов от тебе предложения. Ну, а после в покоях я стеру с тебя платье. Я согласна, любимый. Согласна. Согласна. Внимание! Чин велит молодым, чтоб бокалы поднять им или счастье их древним омрачиться проклятием. измена и вино, а воды с серебром мне подали. Вот таким существом вы меня не видали. Люди, он не князь. Это Доплер принял его облик. Вот так пара, княжна и полиморфная особь. Это монстр, о котором тебе я сказала. Бей его и пусть кровь обогрит эту залу. Монстр он или нет, я люблю его страстно. Прочь, клинки! Не пугайтесь Доплера напрасно. Он существом был всегда безопасным. Люди, помните, делают монстром не облик, а злой характер, как у этого слуги. Прав, ведьмак. То подлого слуги наветы. Меня сбили с пути его злые советы. Человек ли мой зять или Доплер, неважно, любит дочь моя искренне, сердцем отважным. Мораль истории любой из вас постиг. Не тот чудовище, кто с виду многолик. Ведьмак, каждый Доплер тебе будет другом. А тюремный подвал домом всем подлым слугам. Стража, позовите стражу, пусть заберет отсюда этого изменника. Эй, вы, слышали, что княжна приказала? Господин мой, давайте на сцену. Закуйте изменников, кандалы! не бойся, все потом жили долго и счастливо. скоро Доплер с княжной и свадьбу сыграли из тюрьмы и слугу к ним на пир отпускали. Доплером место в костре сжечь всех на костер! Да успокойся ты, не видишь, тут жутки шутят. В комедии даже и гуль мог бы князем стать. Не переживай, сука. Геральт, как ты меня распознал? Привет, Дуду. Я слышал, ублюдок оставил тебе отметину на память. Значит, ты обо всем знаешь? Ты встретил Цири? Нет, мы пока ее ищем. А, Геральт, как все вышло-то? Давно уже я так не смеялся. Расскажу ребятам, они же не поверят. Ты можешь мне объяснить, как вам с Лютиком удалось перейти дорогу одновременно Ройвину, ублюдку и храмовой страже. Все пошло не совсем так, как мы задумывали. Я знаю, что Цири вернулась за тобой к ублюдку. Как ты выбрался? Я побежал было за ней, но, наверное, я бы ей только мешал. Она крикнула, чтобы я сменил облик и исчез. Я их искал потом, Цири и Лютика, но они словно испарились. Я перепугался и каждый день принимал новый облик. Я подумывал, не принять ли мне облик Цири, чтобы обмануть тех, кто ее искал, но... Погоди ты, чудак. Геральт, ты когда последний раз видел Цирилу, а? Давно? Давно. Я тоже. Теперь-то она уже во взрослую деваху выросла. Дуду, обратись-ка в нее на минуточку. Геральт? Не нужно. Я узнаю, Цири, когда увижу, я уверен. Я... Я только подумал, что ты, быть может, хотел... ты же не сердишься на меня, а, Геральт? Нет. Ну, мне сразу полегчало. А что с Лютиком? Нашли вы его? Его схватили охотники за колдуньями, но у нас есть и хорошие новости. Менге нет в живых. Хорошо. Наконец, хоть кто-то его прикончил. Хотя на его место придет такой же, если не хуже. Не обязательно. Но тром чую, что это может быть вполне порядочный господин. О чем это он? С твоей помощью мы можем освободить Лютика. И что я должен сделать? Прикинуться Менге и отдать приказ перевести Лютика в Аксенфурт. А потом мы устроим засаду во враге и отобьем его. Погоди минуточку. Как же я стану Менге? Я даже не знаю, где держат Лютика. Лютика держат на Храмовом острове. Придется тебе самому узнать, где именно. А если это покажется подозрительным? И они начнут меня расспрашивать. Бьюсь об заклад, что никто и никогда не станет докучать предводителю охотников. Кроме того, ты же Доплер. Да еще и актер в придачу. Ты в любой ситуации справишься. Если станет горячо, просто зайди за угол и обратись в Сисястую Бабу или, ну я не знаю, в Галку там. Ясно. Спасибо. Никто не знает, что Менге нет в живых, поэтому не бойся, что тебя раскроют. Никто не знает, кроме вас. А ты не имеешь отношения к пожару в казармах охотников. Скажем так, я был рядом. Жалко, я этого не видел. Ты справишься. Все думают, что Менге исчез, а значит, ты можешь рассказать им любую красивую сказочку. Мои ребята устроят засаду во враге. Геральт присоединится к нам и будем ждать твоего сигнала. Как я в виде Менге с вами свяжусь и скажу, когда конвой отправляется? Ты наверняка что-нибудь придумаешь. Ну что, все ясно? Так, Дуду, двигай на храмовый остров. Я соберу ребят и буду ждать тебя, Геральт. Помощь нам не помешает. Я попробую поговорить с Дикстрой. Если он будет в хорошем настроении, есть шанс, что он одолжит нам своих людей. Мы с ребятами и сами управимся. Но если уж ты так стусковался, по сиге. Это он от меня без ума. Он сам так сказал. Погодите-ка, а что потом? Вы же не ждете, что я останусь на этой должности как Лешарель. Буду сидеть себе и только время от времени сжечь кого-нибудь для отвода глаз. Нет, мы ждем, что после всего ты придешь в шалфей розмарин, где мы все и встретимся. И нажремся, как дикие барсуки. Ну что, идет? Тогда за работу. Ты неплохо справился для первого раза. Всего пара мелких ошибок. А как вам вообще представление? Публика, кажется, не все поняла, но это нормально. Благодаря Кайрам пришло действительно много зрителей. Это очень здорово. Жаль только, Максим пришел пьяный. Некоторые хотели вернуть деньги за билеты. Вот, прошу, твой гонорар. Должна сказать, твоя манера игры такая минималистичная. Ты учился где-нибудь в студии? Я учился в Кайраморхене. Минимум выразительных средств, максимум эффективности. Спасибо за гонорар. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Какой-то смятый листок, но вспомнишь жестокое сердце, что сломанным холодным отказа разбило. Да, он ведь будет переживать, когда узнает, что потерял это словоблудие. Давай, потворь! Отдохни. Следы копыт. Девки, прячься! Ведьмак ведет! Теперь помедленнее. Откуда боги привели? Проезжал здесь кто-нибудь? Двое мужчин, один перекинут через седло. Да. Кажись, мелькало что-то такое. Туда, налево отправился. Только я бы голову на отсечение дал, что он бабу вез. Потому как такой виск и вопли. Если бы ты лук с маслом ел, то не был бы такой блин. Но пошла. Погоди, плотва. Знакомый запах. Да, ночи бакалера. Лютик всегда льет на себя духи ведрами. С такого следа не собьешься. Кострю. Кострю. Кострей Отдохни Конь пал, они не могли уйти далеко В чем дело? Это я тебя спрашиваю, в чем дело? Какой-то охотник вломился к нам в хату и выставил нас за дверь Мы и пернуть не успели Был с ним другой мужчина, такой чернявый? Ну, был Болтал безумолку Точно, Лютик Охотник завалил дверь изнутри? Есть какой-нибудь другой вход? Ммм, вроде есть И где он? Вот же любопытный Обычный черный ход через туннель Так, на случай неприятностей Мы туда чужих не пускаем И еще там есть Цинц Вы вообще от этого охотника хотите избавиться? Правду сказать? Так мы хотим от всех от вас избавиться Ну да ладно Вот тебе ключ Заходи сзади, через дверь погреба Спасибо Спасибо Садись сюда Сюда, говорю И молчи Ясно, ясно А что дальше? Сколько ты пытаешься держать меня в этих акциях? Тихо Я буду тихо, можешь непонятно А если не душу, мы же нельзя дверять в конце Я не два дня, как один А какие у меня гарантии, что ты меня не обманешь? Я пойду туда вместе с тобой У меня же нет выбора, правда? И ведь всяких штучек по дороге Или знаешь, я в любой момент могу тебе башки свернуть в конце пленок А еще я знаю, что ты этого не сделаешь За мой труп тебе не заплатят А за живого, как я и говорил, сто слитков золота Сто слитков золота, ни больше, ни меньше Не будь я Юлиан Альфред Панкратс Виконт де Леттенхоп Виконт? Ну зовут-то тебя Лютика Это бля секретность Не буду же я каждому заплеванному простопиле представляться А теперь вы плюс беден, у меня расписаться Субтитры сделал DimaTorzok Ты принял очень мудрое решение Я тебе больше стою Сегодня ты сержант, а завтра... Тихо! Я что-то слышал Что? Нет, нет Только не клят Ну... Зараза! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...